Университеты связуют времена, дают стабильность обществу и готовят кадры для будущего. Степан Калмыков, профессор, ректор БГУ. Республика Бурятия – уникальный регион. Брендом Бурятии по праву считается голубая жемчужина мира – озеро Байкал. Самое глубокое пресноводное озеро на планете. Республика Бурятия – многонациональный регион. Здесь издривле живут в мире люди разных национальностей и вероисповеданий. Христиане, буддисты, шуманисты. Тя, как знание, всегда отличала жителей Бурятии. Еще в советские времена количество дипломированных специалистов значительно превышало средний уровень по Советскому Союзу. И сегодня эта тенденция продолжается. Визитная карточка высшего профессионального образования Бурятии – Бурятский государственный университет. История Бурятского государственного университета началась в далеком 1932 году, когда на базе Бурятмонгольского отделения Иркутского пединститута был открыт Бурятмонгольский государственный педагогический институт. В состав нового учебного заведения вошли всего четыре факультета, а первый набор студентов насчитывал лишь 146 человек. А вот преподавательскому составу мог позавидовать и столичный вуз. Ученые с мировыми именами были командированы в Бурятмонгольскую АССР поднимать науку. До сих пор я знаю выпускников своих лично, которые работают и на Камчатке, и на Сахалине, и в Тверской области. Эпоха перемен, которая пришлась на 80-е и 90-е годы прошлого столетия, больно ударила и по системе высшего профессионального образования. В этот период было важно всеми силами сохранить имеющийся научный потенциал вуза. И это удалось. В 1990 году в институте открылась аспирантура. В 1991 был создан специализированный совет по защите диссертаций. Спустя шесть лет образован докторский совет. А 14 лет назад решением правительства Российской Федерации Бурятский государственный педагогический институт преобразован в Бурятский государственный университет. Состоялся очень большой, мощный рывок в развитии научно-образовательного потенциала и Республики Бурятия, и в целом региона. Чтобы соответствовать уровню классического университета, потребовалось сделать многое. Сформировать новую структуру учебного заведения, открыть новые факультеты, отделения и кафедры, выложить немало средств в техническое оснащение. Во всем этом немалая заслуга ректора университета, доктора педагогических наук, профессора, члена-корреспондента Российской Академии образования, депутата Народного Курала Бурятии, почетного консула Республики Корея Степана Владимировича Калмыкова. Одним из первых был открыт медицинский факультет. Необходимость подготовки специалистов в самой республике стояла уже давно. Преподавать были приглашены доктора и кандидаты наук, те, кто, продолжая практиковать, внес свое слово в развитие медицины. 10 профильных кафедр работают на базах республиканских, городских, клинических и лечебно-профилактических учреждений. За 10 лет работы факультета выпущены сотни высококлассных специалистов. Достижение современной медицинской науки и полезный опыт традиционной медицины, философии буддизма, тибетский язык, экономику здравоохранения и многие другие знания, полученные во время учебы, выпускники медицинского факультета используют в своей врачебной практике. Сегодня Бурятский государственный университет – это системообразующее учебное заведение, которое готовит кадры практически для всех сфер социальной и экономической жизни республики. В университете преподают 167 докторов наук и профессоров, 536 кандидатов наук и доцентов. Среди преподавателей 11 членов-корреспондентов государственных академий РАН, РАО, РАМН, а также более 30 академиков и членов-корреспондентов общественных академий России. Почти 12 тысяч студентов готовятся получить дипломы по 48 специальностям высшего профессионального образования и 11 специальностям среднего профессионального образования. Каждый год в университете открываются новые, востребованные временем, специальности. Есть такая специализация, как странноведение и международный туризм. Соответственно, если мы в республике будем развивать именно эту отрасль, значит наши выпускники тоже найдут применение своим знанием. Бурятский государственный университет постоянно расширяет границы своей образовательной деятельности. Несколько лет назад было открыто три филиала в Усть-Ордынском и Агинском бурятских автономных округах, а также в Монголии, в Улан-Баторе, где о высоком качестве подготовки в БГУ знают давно. До недавнего времени обучение в филиалах шло вахтовым методом. Десант преподавателей в течение нескольких недель старался дать студентам как можно больше материала. Сегодня лекции и семинары в филиалах проходят с помощью дистанционного метода обучения. Вахтовый метод – это, как правило, интенсивная дача материала, что студентами может быть не все усваивается или усваивается не очень качественно. А дистанционное обучение как раз позволяет на протяжении семестра, так же как со студентами стационарного головного вуза, изучать тот самый материал, который заложен на большой объем часов. Бурятский государственный университет располагает самым крупным научным потенциалом в Байкальском регионе. Здесь ведутся практически все виды фундаментальных исследований – от философии до физики плазмы. В качестве примера – исследование по использованию и применению свойств нанопорошка в лаборатории физики, наносистем и наноматериалов. Получено уже два акта внедрения на использование нанопорошка при обработке каучука и краски. Уникальный порошок может полностью изменить свойства резины, увеличить твердость или наоборот сделать ее мягкой, податливой в применении. А добавление нанопорошка в обычную краску увеличивает срок эксплуатации окрашенных изделий. По этой теме защищены уже четыре диплома. Консультант проекта Академик Александр Асеев высоко оценил работу ученых университета. Чтобы студенты читали не просто какие-то желтые книги усаревшие, а были близки к основным модным веяниям в науке. Примеров успешной интеграции с академической наукой множество. Это и сотрудничество Восточного факультета с Институтом Монголоведии, Будологии и Тибетологии, а также с Институтом Экспериментальной общей биологии Академии наук. Результатом сотрудничества стала разработка более 30 фармацевтических и парафармацевтических средств. На физико-техническом факультете используется экспериментальная база Института солнечной и земной физики Сибирского отделения Академии наук под руководством Академика Гелия Жеребцова. В астрофизической обсерватории установлено уникальное оборудование, включая самый крупный телескоп в Сибири – Квазар. И только в Бурятском государственном университете уже много лет готовят штучный товар – специалистов в области астрофизики. Земля дает человеку пищу и тепло, небо – понятие о вечном. Прикоснуться к вечному смогли сотни улануденцев. В рамках Международного года астрономии обсерватория БГУ открыла свои двери для всех желающих. К научной работе активно подключаются и студенты университета. По итогам Республиканской межвузовской студенческой олимпиады, которая в этом году проводилась по 14 предметам, команда БГУ заняла первые места по 10 дисциплинам. Участие и победы во всероссийских олимпиадах и конференциях для студентов БГУ стали нормой. Хорошим стимулом для студентов и следователей стала грантовая поддержка. Общее финансирование научных работ студенчества только в 2008 году составило 1,2 млн рублей. В Красноярск съездили на конференцию, в Москву съездили, показали довольно-таки неплохие результаты. В Красноярске как привезли первые места, так есть и вторые и третьи места. Главная цель вуза – интеграция университета в мировое научно-образовательное пространство. Большое место здесь уделяется отношениям со странами Востока, в том числе с Китайской Народной Республикой. Важным этапом развития отношений между БГУ и китайскими вузами стал обмен официальными представительствами, действующими на постоянной основе. На данный момент представительство имеет два подразделения – на базе Холленбейерского института и Университета внутренней Монголии в Манчжурии. На базе БГУ открыт и первый в Сибири институт «Конкурция», основная задача которого посредством изучения китайского языка и культуры – укреплять международные связи между Россией и Китаем. Студенты Восточного факультета БГУ проходят языковую практику в шести странах мира, одна из которых – Китай. Студенты из Китая успешно проходят обучение в БГУ. Кроме представителей Китая, в университете обучаются студенты из других стран – Монголии, Турции, Кореи, Японии, США, Финляндии. Мне было интересно, что здесь живут и россияне, и буряты, но совсем другая национальность. И они живут вместе, да. Конечно, ну, соответственно, наверное, культура смешивается, поэтому это меня интересовало, это причина. Я решил, что буду изучать серьезно бурятскую культуру, не только бурятскую, но и историю и культуру сибирского народа. Обычной практикой стало и приглашение преподавателей, ученых из других стран читать лекции студентам БГУ. Здесь мне хотелось общаться с учеными, я много их знал, и именно университет БГУ меня пригласил здесь работать. Писали договор про создание польского центра. Центр называется «Центр польского языка, культуры и истории» при Бурятском государственном университете. Университет – территория здоровья и успеха. Этот девиз в полной мере подтверждают студенты и выпускники БГУ. Борис Будаев, Большинемат Церемпилов, потом Анку Ванкеев, Мирослава Дагбаева, Наталья Рдынеева, Базар Базаргуруев стали участниками и призерами Олимпийских игр и гордостью всей Бурятии. Каждый второй студент факультета физической культуры БГУ – победитель региональных всероссийских или мировых первенств. Ежегодный День здоровья – праздник, который с нетерпением ждут все студенты и преподаватели БГУ, включая ректора университета Степана Владимировича Ковмыкова. Огромное влияние на жизнь БГУ имеет деятельность Федерации студенческого самоуправления. Благодаря этой организации в университете проходит масса важных и нужных мероприятий. Начиная от курса адаптации первокурсников, профилактики социальных линий, конкурса на лучшие общежития, участия в международном фестивале «Студенческая ясна». В этом году сборная БГУ стала победителем республиканского этапа и успешно представила Бурятию на Всероссийском фестивале в Казани, войдя в четверку лучших команд. Студенческое самоуправление должно выходить на уровень управления университетом в той же мере, как и ученый совет. Но пока это очень трудно сделать, потому что все-таки в силу возраста студенты в силу своих подростных особенностей не могут брать на себя такую ответственность. Но вообще это очень серьезное дело. Богатую историю имеет создан еще в 1961 году ансамбль песни и танцев «Боголубайкальские волны». Члены спортивно-туристического клуба «Скальп» не раз покоряли горные вершины Бурятии и России. С нетерпением ждут студенты вуза выхода очередного выпуска университетской газеты «Университи». Ведь авторами всех материалов являются сами студенты БГУ. Проводить в институте хотелось все время, поэтому оставалось большое поле для деятельности, и оно было использовано для общественной работы. А здесь уже появляются другие навыки. Коммуникативные, общение с людьми, умение работать в команде, организовывать что-то, проводить какие-то мероприятия. Это тоже очень помогло и для работы, и для формирования личности. Качество образования во многом зависит и от условий, где это образование получают. Поэтому руководство университета много сил и средств тратит на техническое оснащение. Совсем недавно был приобретен уникальный прибор – наноскоп. Теперь увидеть своими глазами, например, молекул в ДНК, труда не составит. А значит, можно ожидать в будущем много новых и интересных открытий. Научная библиотека БГУ – одна из лучших в Бурятии. В отделе редких книг частые гости, сотрудники БНЦ и других вузов республики. В зале электронной библиотеки традиционно не бывает свободных мест. Семь учебных корпусов, пять общежитий, дом спорта, студион, спортивно-оздоровительный лагерь «Олимп», пансионат и спортивно-оздоровительный комплекс на Байкале – все это призвано помогать учить и учиться. То, что сделано за эти годы ректором Степаном Владимировичем Колмуковым, целой когортой сподвижников, это, конечно, повлияло в целом на ситуацию, состояние образования в регионе. Поэтому, на мой взгляд, конечно, это сыграло огромную роль и для подрастающего поколения, и для тех людей, профессионалов, которые работают в сфере образования. Сегодня университет включает в себя 12 факультетов и три института. Институт математики и информатики, Национальный гуманитарный институт и педагогический, а также колледж БГУ и три филиала. За свою историю Бурятский государственный университет подготовил более 46 тысяч дипломированных специалистов, в числе которых академики, министры, деятели науки и культуры с мировой известностью, руководители предприятий и работники разных отраслей промышленности Сибири и Дальнего Востока.